Лена Обухова, Наталья Тимошенко. Город засыпает. Пролог. Март 2013 года. Блестящий чёрный Kia Sorento чуть притормозил у арки, намереваясь нырнуть во двор. Но в последний момент водитель почему-то передумал. Вместо этого он проехал ещё несколько метров до следующего дома и припарковался у тротуара за маленьким жизнерадостно-жёлтым матизом. «Давай я хотя бы провожу тебя, если не хочешь, чтобы я въезжал во двор», — предложил сидевший за рулём мужчины своей спутнице. Та, внимательно осмотрев себя в зеркало подреницы и убедившись, что всё в порядке, только отмахнулась. «Тут идти меньше ста метров, я каждый день так хожу. Поверь, появляться во дворе с провожатым для меня сейчас гораздо опаснее». Она улыбнулась и наклонилась к нему, чтобы едва ощутимо коснуться его губ. Развивать события она не планировала, поэтому сразу отстранилась. Мужчина тоже не был настроен на новый виток страсти. Пару часов назад в его квартире она и так кипела и била ключом. Он любил женщин, но всё, что выходило за пределы романтических встреч, последние годы только утомляло. По этой причине он и не торопился искать себе подругу для постоянных отношений. Женщины, которые не могли посвятить ему всё своё время, не требовали этого и от него. Его текущая пассия, например, была давно и прочно замужем, следовательно, никогда не оставалась до утра. «Ты же говорила, что твой муж раньше часа ночи домой не приходит». Напомнил он просто, чтобы поддержать разговор. И что ему давно наплевать на то, где ты и с кем ты. «Ему да», — фыркнула женщина. «А вот моей маме нет. Наверняка стоит у окна, поджидая меня и заранее готовя претензии. Не стоит давать ей лишний повод. Будет доставать меня тем, что я подаю дурный пример сестрёнке». «Так у вас там полно гостей». Мужчина рассмеялся. «Тогда не смею тебя больше задерживать, разве что». Он не договорил, вместо этого ещё раз прижался к её губам в таком же, ни на что не претендующим поцелуе, как до этого она. «Позвони мне потом». Проникновенным тоном добавил он, отстранившись. «Или напиши». «Договорились». Женщина улыбнулась и открыла дверь машины. «Пока». Оказавшись на тротуаре, она помахала ему рукой на прощание и быстро направилась в сторону арки, которую они недавно проехали. Мужчина какое-то время следил за её отражением в зеркале заднего вида. Его машина продолжала стоять на парковке, и тогда, когда женщина исчезла из вида. В подворотне всегда царила темнота. Сколько раз не пытались вешать тут лампы, кто-то их постоянно разбивал. На мгновение женщина даже испуганно замерла. Ей показалось, что в паре шагов от неё что-то шевелится. Но сколько бы она ни присматривалась и не прислушивалась, ей так ничего и не удалось обнаружить. Женщина одёрнула себя и двинулась дальше, к спасительному, хоть и тусклому свету единственного фонаря во дворе. Тонкие каблуки высоких сапог, плотно облегающих полноватые икры, стучали оглушительно громко, отражаясь эхом от стен. Когда подворотня осталась позади, женщина облегчённо выдохнула, мысленно отругав себя за чрезмерную нервозность. Краем уха она недавно слышала, что в Санкт-Петербурге убили женщину, возвращавшуюся ночью домой. Кажется, это даже случилось на Васильевском острове. Должно быть, эта новость засела в её подсознании, заставляя бояться собственной тени. Большинство людей искренне верят, что всё плохое, происходящее с другими, никогда их не коснётся. И большинство несчастья случается с ними не тогда, когда они чуют неладное, собираются и мобилизуют все свои силы и внимание. Они случаются тогда, когда, почувствовав себя в безопасности, человек расслабляется. Эта мысль успела промелькнуть в её голове в тот момент, когда успокоившееся сердце вдруг вновь болезненно ёкнуло, а за спиной послышались чьи-то шаги. Однако ни обернуться, ни как-то среагировать она уже не успела. Чья-то рука внезапно зажала ей рот, острое лезвие полоснуло по горлу. Женщина не успела не испугаться, не понять, что именно произошло. Просто в какой-то момент спасительный тусклый фонарь для неё внезапно погас. Когда одетый в чёрное мужчина вышел из подворотни под освещение почти пустой линии, припарковавшийся у тротуара чёрный Киа Соренто всё ещё стоял на своём месте. Глава 1. Июнь 2014 года. «Ты просто обязана поехать со мной, Нелл!» «И тебе привет!» «Всё купила?» Инна Кленина продемонстрировала подруге объёмный пакет из магазина, в котором виднелись свежие овощи и фрукты, и даже небольшой кусок охлаждённого лосося. Всё остальное Нелл покупала сама, раз в месяц выбираясь ночью в круглосуточный гипермаркет и основательно запасаясь продуктами, которые могли лежать долго. Овощи, фрукты и охлаждённую рыбу она тоже покупала, но их хватало не больше, чем на неделю. В остальное время у неё действовал уговор с Инной. Она приносит определённый набор продуктов при каждом своём визите вместо пошлых тортиков, конфет и алкоголя, которые Нелл всё равно не употребляла уже несколько лет. — Почта. — Инна закатила глаза и подняла другую руку, продемонстрировав несколько конвертов. — Честное слово, уж до почтового ящика в подъезде ты вполне могла бы дойти. Фыркнула она, наконец, проходя в маленькую квартиру-студию. Пакеты, конверты она положила на кухонную стойку, а сама плюхнулась на диван, не забыв страдальчески вздохнуть. — Я и до магазина могу дойти. — невозмутимо парировала Нелл, начиная раскладывать продукты по местам. И без того, немного сутулая, она совсем горбилась, наклоняясь к нижним полкам холодильника. Инна в который раз подумала, что подруге следовало бы больше двигаться, а не проводить всё своё время за компьютером. О том, что именно этим она и занималась перед её приходом, говорили и взъерошенные каштановые волосы, и покрасневшие глаза. Нелл всегда сидела слишком близко к экрану и имела привычку подпирать голову рукой, отчего короткие волосы застывали в самом невероятном виде. — Мне просто не хочется. Да и зачем, если ты всё равно придёшь? — Ты чудная, — в который раз констатировала Инна. — Я знаю, — отозвалась Нелл, заканчивая с продуктами и переходя к почте. Усевшись на высокий барный стул за стойкой, она принялась перебирать конверты. — В этом моя единственная прелесть. — Ты кофе будешь? — Не хочу я кофе. Мне надо ехать на дачу, и ты должна поехать со мной. — Я и забитые пробками предпраздничные дороги... Нелл изобразила тяжёлые раздумья, а потом интенсивно помотала головой. — Нет, вряд ли. Да и работать мне надо. Волка ноги кормят и меня, тексты и макеты. Она кивнула на ноутбук, стоявший на маленьком столике в углу. — Так что, пока вся страна жарит шашлыки и заливается водкой, отмечая никому непонятный праздник, я буду работать, потому что иначе мне за эти дни никакой добрый дядя не заплатит. — К тому же ни мясо, ни водку я больше не употребляю. — Я тебя и не на пикник зову? — с едва заметной желчью в тоне ответила Инна, а потом совсем сникла. Стёпки на завещание читать собрались. Его нотариус говорит, что он распорядился прочитать его всей семье на даче. — Как ты это жутко не находишь? Ему же даже тридцати не было. Кто в таком возрасте пишет завещание? — Вот у тебя есть завещание? Инна пытливо посмотрела на подругу. Та смутилась. Насколько вообще Нелл умела смущаться и насколько её невыразительное лицо, редко демонстрирующее эмоции, бессознательного усилия со стороны своей хозяйки, было готово показать это чувство. Она совсем забыла, что у Инны недавно погиб брат, хотя месяц назад даже выбиралась на его пухорны. Такова была странная природа Нелл. Детали окружающего мира часто ускользали от её внимания, события быстро исчезали из памяти. Может быть, проблема была в том, что с каждым годом она всё больше отгораживалась от мира реального, превращаясь в затворницу, и всё больше погружалась в мир виртуальный, где были её работа, хобби и львиная доля общения с людьми. В результате мир реальный стал для неё чем-то вроде бесконечного, скучного сериала, который она как будто смотрела много лет по инерции. Совсем бросить не получалось, но какие-то эпизоды вполне можно было пропустить, а запоминать детали и вовсе не требовалось. «У меня нечего и некому завещать», — ответила она, покривив душой. Квартира, в которой она жила, находилась у неё в собственности, а где-то в мире обитали какие-то родственники. Но Нелл было наплевать, кто из них получит то, что останется после неё. Она снова перевела взгляд на конверты, используя их как повод не смотреть подруге в глаза. Однако уже мгновение спустя почта стала её настоящим приоритетом. Внимание привлёк последний конверт в стопки, чуть было не затерявшийся среди счетов и рекламных рассылок. Выглядел он странно. Ни марок, ни адреса. Его явно бросили прямо в ящик, не утруждая Почту России лишней работой. На чисто белой поверхности кто-то написал всего одно слово. Нелл. Четыре буквы имени почему-то заставили её поёжиться от неприятного холодка, пробежавшего по спине. Дело в том, что на самом деле её звали Ольгой. Имя Нелла она много лет использовала в качестве никнейма в интернете. Те, кто знали этот ник, не знали её реального адреса. Те, кто знали реальный адрес, не знали её как Нелл. Те немногие, кто знал и то, и другое, никогда не писали ей письма. Она покрутила конверт в руках, смутно осознавая, что Инна продолжает уговаривать её поехать с ней на дачу.